Всем привет, ребятки! Вы на канале своим ходом, как обычно. С вами Виталик Лизончик. И, как вы догадались, мы находимся на ВК в Песте в Санкт-Петербурге. А еще, ребята, в этом выпуске мы разыграем для вас подарок, поэтому смотрите выпуск до конца и узнаете, что мы для вас разыграем. Там целых больше трех вещей. Погнали! Уху! Первый раз сделаю прибыль. Смотрите своим ходом. Гопота за бугром. Всем привет! Девушка, вы знаете, что это за блогер стоит? Своим ходом это все-таки не так просто, как кажется. Мы нация, благословленная Богом. Come on, чуваки! Мы просто люди, как и другие люди с другими нациями, другими ориентациями. Всем спасибо! Вы очень классные! Вы очень лучшие! Чтобы вы поняли масштаб фестиваля ВКонтакте, мы уже заходим. Посмотрите, вот начинается очередь. И посмотрите, вот на горизонт посмотрите, это все очередь, 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 очередь. И вон туда уходит. Эти люди какие мучения в жару переносят, чтобы попасть на фестиваль ВКонтакте. Здесь в парке еще установлены вот такие карты ВК-феста, чтобы не заблудиться. Огромная-огромная территория. Парк 300-летие, Санкт-Петербург. Много сцен, блогеры, ТНТ. А вот и сам ТНТ. Самый современный канал тоже здесь есть на ВК-фесте. Радио всякие развлечения. Прикошь есть, косметики куча. Еда, манго продают. Причем свежее, как в Таиланде. Сейчас время только 12 часов. Все в самом разгаре, люди только начинают подходить. Я уже движуха полным ходом идет. Даже представить себе не мог, что когда-то я буду прятаться от солнца в тени от Вузовой. Здесь такая прихолюха, смотрите, тоже зона ТНТ. Вот там находится зеленый фон, и вы типа на зеленом фоне стоите, выбираете себе звезду ТНТ, что-то там говорите, и потом получается видео, что вы как будто состоите со звездой канала ТНТ. Мы уже стоим в очередь, ребята. Вот огромный автомобиль ТНТ. Там находится гримерка. Сейчас нас загримируют, и мы пойдем сниматься со звездами. Возможно, потом, может быть, вы нас увидите на телеке. Если, конечно, нас выберут. Нас пригласили в гримерочку. Что будет сниматься? Первый раз сделаю грим. Посмотрим, что получится из этого. Слушай, а что может получиться с красавчиком? Сейчас проверим. Только так. Или типа мастер у нас плохий. На что это вы намекаете? Чем? Готов? Все? Спасибо. Вот нас и загримировали. Глобушка. Мотор? Смотри на нее. Да, да. Давай, давай, поиграй с ним. Поиграй. Прикольно. Это очень необычно. Очень необычно так сниматься. Мотор? Да. Крутой. Есть? Было. Ждите на ТНТ, скоро будем. Испытал себя в роли актера, нагримировали. И нужно было делать то, что они говорят. И нужно было представить, что со мной находится звезда ТНТ. Понимаете, это все не так-то просто. Надеюсь, что мы прорвемся. Я не представляю, как в фильме снимают на зеленом фоне. Где-то плакать надо или смотреть в обрыв, а ты просто на зеленом фоне стоишь. Это вам подарочек? О, нам подарки от ТНТ, ребята. Это сумочка ТНТ. Классно. Спасибо большое. ТНТ нам подарили вот такие шляпки. Встретили. Привет, как дела у вас? У нас хорошо. Доедем куда летим? Летим на Бали. На Бали я, кстати, был. Нравилось? Да, да. Что бы все понравилось? Мне из Азии больше всего понравилось в Филипине, на самом деле. Но перед тем, как поехать на Бали, мы уже смотрели и как раз... Ну, я же не ошибаюсь, что у вас... Да, у вас квадрокоптера было, вы, наверное, на Бали снимали. Видимо, от тебя выпукли, когда 2014 года. Даже просто стыдно, что он их открывал. Ну, может, что... Я видел даже, что у вас под каким-то из моих видео были комментарии. А мы, да, комментируем. В это время есть, все время комментируем. Я видел. Вот, я все думаю, когда мы с вами пересечемся где-нибудь, чтобы с пользой отдохнуть. Мы, вообще, первый раз пришли на какой-то фестиваль, потому что мы вечно где-то ездим. Вот первый раз нам удалось куда-то попасть. Ну, тут лето, жара в Питере, можно никуда не ездить, можно здесь отдыхать. Ну да, загорать, отдыхать. А куда вы посоветуете съездить из таких необычных мест, где прям и по климату классно, и есть что посмотреть, и необычно, и там немного кто был. Вот мне хочется в Новую Зеландию или в Австралию. Из всех стран, мне больше всего в Зеландию поражают. Прям самый кайф. Смотрите своим ходом. Смотрите Маратаева. Еее. Здесь даже культурное продвижение есть, потому что здесь есть и представители Эрмитажа, и даже русского музея. Активацию. Мы можем. Система, ребята, это просто огонь. Все можем. Ребята, еще встретили зрители, и Оля, и Саша дают вам привет. Прикольно, что парк 300-летия находится не где-то в центре города, а он находится прямо на берегу Финского залива. Здесь вообще круто. Смотрите, здесь и набережная, рядом и пляж, есть солнечная погода. Прям какой-то техно-парад автомобилей можно раскрашивать. Старые мультики стоят. То есть подходите, вам выдают маркер любого цвета, и вы пишите все, что хотите, без мата и без политики. Ну, здесь написали его, вот видите, своим ходом видеоблог. Все, счастливо. Оставила метку, пойдем. Тренажер для тех, кто хочет научиться вставать на козла и ехать очень долго на колесе на заднюю. А это у нас такая сценка от аквапарка Питерленд. Девчонки загорают, красивые, на белоснежном песочке. И эффектно смотрятся посреди такой зеленой травы. А вы travel blogger? Да. Слушайте, я вас видел. Да? Как приятно. Мы не такие большие на ютубе, а нас видели. Да. Вы меня видели, я вас видел, да? Как будто уже знакомые. Да, да. Может быть, тебя и не видели. Может быть, не видели. Меня Гриша зовут. Костя и Гриша. Очень приятно. Спасибо большое. Если вы не в курсе, это ребята из универа на ТНТ. Ты знаешь, я больше travel люблю блогеры. Почему вот я вас видел? Ты travel люблю. Интересно, когда смотреть, когда люди путешествуют, особенно там по стране, по другим странам что-то новое открывают. Ты как бы с ними тоже смотришь, как они там путешествуют, и как бы тоже с ними вместе путешествуешь. Но ты знаешь, Кондрашов, когда ты скармливаешь пираньям что-то. Жестоко. Зато все смотрят. Не, вообще, молодцы, ребята. Ютуб-канал в тренде. Молодцы. Давай откроем свой Ютуб-канал, короче. Будет называться. Мы откроем свой Ютуб-канал. Путешествия гопников, гопничьи места. Не, знаешь, классно будет? Гопота за бугром. Вот. Отлично. Гопота за бугром. Отличный канал будет. Взорвел сразу. Ладно, друзья, смотрите ТНТ, смотрите Ютуб-каналы, и, друзья, удачи и солнца вам. Спасибо. У меня, конечно, самая популярная зона, это зона влогеров. И вот там, смотрите, огромная очередь желающих сфоткаться со своими любимчиками. Уже получится. Давайте чуть-чуть тише музычку, чтобы я не перекрикивал. На самом деле, когда я смотрю ваш контент, ребята... Никогда. Лизом, кто это? Ты знаешь? Да, Макс Грант и Костя Павлов. Мы из ТВ. Да ладно, мы из ТВ. С пьясо-звездой. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Кто не знает, это сейчас был Тимур Сидельников. Привет вам. Завтра я буду открывать и вывести заятку. Завтра я буду заискать. Ну, а это кто не узнал? Столяров, ребята. Они есть каждый день бегать по 30 минут. Не знаю, вроде каждый раз делают то, что им говорит, но что-то не помогает ни хрена. Около утопии шоу тоже огромная толпа стоит. Видите, хотелось сфоткаться. Никак не подойти. Это Дима Городей. Ну, собственно, вот так вот и происходят фотосессии. Привет! А вот PlayStation себе реально отжали просто огромную зону. Здесь огромное количество игровых приставок. Представлены разные игры и во всём можно поиграть. Привет! Что за игра? Я не знаю покупать, но... Немного не больная. Помню, раньше ещё, когда учился в техникуме, у меня была мечта. И когда в школе, короче, стать гиберспортсменом. Тогда мы ещё играли в Counter-Strike. И я мечтал ездить по турнирам по миру и выигрывать. И причём мы неплохо играли. Но сейчас всегда осталась мечта. Мы уже видеоблогеры. Ребята выступают. Лизон, хочешь домой такую штуку? У меня есть. У меня есть такая штука. Да, реально? Я даже не знал, да? Есть, реально, да. Руль есть с педалями. На самом деле на джойстике прикольнее. Я так понимаю, это сейчас ребята играют в игры, которые ещё вообще не доступны. Они даже ещё не вышли. Здесь есть возможность с них поиграть. Вообще атмосфера огонь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, вдохнуть или что? Реально, была в воде, работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы путешествуем по Азии, говорим, что пляж весь забит. Негде лечь. Ребята, это всё неправда. Вот здесь, в Питере, в парке 300-летия, пляж реально забит. И реально нет места, где лечь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь есть передвижной Red Bull. Ребята, смотрите, вот такие кузачки. Прямо оттуда стоят холодненькие. Сейчас взяли себя, свяжутся немного. Ооо, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя Клэп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередь на Кате Клэп просто часа на два, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за блогер-то? Как зовут, ты знаешь? Я забыла его назвать. Я вообще не знаю, кто заходит, слушай. Просто набегаете и думаете, да я знаю, кто такой. А вот девчонка знает, знаешь, что за блогер? Тоже не знаешь? Не-е-е. А чего вы тогда фоткаете, ты? Девушка, а вы знаете, что за блогер стоит? scatter through some? Да. Нет. � monthBER'm Iba Что это за блогер group? Все с ним фоткаются и никто его не знает. Девушка, а crawling лет Ava Вы знаете, что это за блогер стоит? Угу-ау-ау. Вот это, честно говоря, никто. Никто его не знает, все с ним с фоткаются. Он ходит по людям и рассказывает об игре. Дети очень сильно материаны, рассказывают родителям. И родители их наказывают, они ходят по людям, и родители наказывают потом своих детей, вот про это он снимает. Не знаю, мне кажется, я что-то пропустил в этой жизни, но тут, мне кажется, этим блогерам лет по 10, наверное, да? Они уже звезды. Вот эта девочка в желтом, это блогерша по-любому, такая маленькая, ну сколько, как думаете, сколько лет ей? Что такая симпатичная? Я ухожу к ней, Лизон, все, давай. О, а это у нас Валентин Фокин из Жобователей. Во-первых, всем здрасте, во-вторых, не обращайте внимания на то, что я нахожусь за решеткой. Дело в том, что сюда посадили всех блогеров, и мы обязаны сидеть и ждать своего выхода. И я желаю удачи каналу своим ходом, и обязательно подписывайтесь на них, потому что, я так понимаю, что своим ходом это все-таки не так просто, как кажется, но это всегда интересно. Смотрите и получайте удовольствие. Спасибо, дай пятюню. Так, здесь у нас сейчас фанатки Кати Клэп собрались, сейчас там фотографируются, девушка, девушка. А, Лизон, ты что ли? Ты тоже фанатка, что ли, да? Катя Клэп, все, давай. Все стоят с блокнотиками, чтобы любимый блогер подписал им что-нибудь, написал на память название своего канала или кто-нибудь пожелал. Как мимо. Я себя здесь чувствую вообще старой просто. Очень забавно было слышать, когда вот ребятня подходит к блогерам, и знаете, что они у них спрашивают, когда будет новый выпуск? Когда ждать новый выпуск? Мне тут в Mail.ru подогнали значок только что. И особенно печально то, что нет вообще тревел-блогеров, вообще просто ноль. Как бы есть же классный тревел-блогер, но почему-то у них нет ни зоны, не знаю, ни груза встала. Тревел-тематика вообще не затронута никак. Поэтому в этом году вообще даже никакой сцены касательно путешествия, что-то по миру там, географии, ничего такого нет. Поэтому, ребята, в этом году будем плотно работать, и в следующий ВК-фест, и в ВИП-фест мы будем со своей сценой. Своя площадка. Да, будет своим ходом на площадке, все. Сейчас выступает СВС, и, конечно, тут просто толпа фанатов. Русская нация, в русской деревне, наша русская сборная по футболу победит всех иноземных иродов и врагов. Мы нация, благословленная Богом. Камон, чуваки, мы просто люди, как и другие люди, с другими нациями, другими ориентациями, другими вообще всем, другими расами. Камон, чуваки, любите друг друга и никогда не ведитесь на все эти базары, не ведитесь на пропаганду, не ведитесь на всю эту херку. Которую вам показывают по телевизору. Я говорил, говорю, буду говорить это. И я хочу сказать, что в этом треке я смеюсь над всеми такими тупыми типами, которые хотят, знаете, они хотят повторения того, чтобы вот, чтобы была война. Они хотят воевать. Война это просто стрёмно. Я не понимаю, почему люди все еще воюют. Мы же такие умные, мы же такие развитые. Зачем они этим занимаются? Но нет, они говорят 9 мая, мы можем повторить. Конечно, ты можешь повторить, чувак, потому что 60-70 миллионов людей умерло. А ты-то что? Что ты сделал? Что ты вообще сделал для жизни? Ты ничего не сделал. Не то, чтобы даже умирить за кого-то. Ты даже жить не можешь ради кого-то, кроме себя. И ты говоришь, да, мы сможем повторить. Давайте повторим. Я ненавижу такую херню. Уважайте, пожалуйста, тех людей, кто пал за нас. И не надо говорить, что вы роняете Запад, и все, кроме нас, сгнившие. Все люди равны, и все люди охеренные. Погнали, бро. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что когда у меня выйдут эти песни... Я так запыхлась, господи. Вы будете их слушать, и... И, я не знаю, просто каждый день. Так что, да, всем спасибо. Вы очень классные, вы очень лучшие. Вы супер. Под конец дня мы все-таки решили поучаствовать в этом розыгрыше. Покупаешь коробку за косарь, и, возможно, что-то выберешь. Ну что, давай, резон с богом. Тысячу рублей даешь. Нормально, там у них склад смыть пирамиды просто этих подарков. Такая какая-то очень легкая, потяжелее она была бы быть. Такая, вроде такая тяжеленькая. У нас внутри вот такая коробка, короче. О, мы выиграли экшн-камеру. О, экшн-камера. Которая нам не нужна, да? Фига себе, может, разыграем среди подписчиков? Ну, может, разыграем, ребята. Это что такое? Это защипка, которую нам продали в Куала-Лумпуре. А, чтобы типа увеличивать, да, фотки? Лампочка. А, вставляешь, типа, лампочка такая, USB-шка, да? Мультибенд? Да, это типа вот такая штука. На iPhone сзади вешаешь, и типа получается кольцо. Короче, ребята, мы решили все это разыграть прямо сейчас. Условия очень простые. Вам нужно поставить лайк этому видео, зайти в нашу группу ВКонтакте, сделать репост этого видео, и под этим видео на Ютубе написать комментарий, и к этому комментарию прикрепить ссылку на свою страницу ВКонтакте. Мне кажется, все очень просто. Еще раз. Лайк ставим видео, пишем комментарий, и к этому комментарию прикрепляем ссылку на вашу страничку ВКонтакте, на которой сделан репост поста из этого видео из нашей группы ВКонтакте. Надеюсь, вы все поняли, правильно? Просто сделайте это, и буквально на днях мы прямо в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте рандомно выберем победителя, и в ближайшие дни отправим эту прекрасную коробочку, которую мы здесь выиграли, и отправляем ее вам. Если вы все-таки сейчас вообще ничего не поняли, что он сказал, условия конкурса оставим внизу в описании к видео. Тут подсели к ребятам, они тоже купили такой же подарок. Посмотрим, что выиграли они, и то же самое. А во втором выпуске с ВК-феста мы купим такой же подарок, но даже не будем его раскрывать. Вы не будете знать, что в нем лежит, и тоже вам его разыграем. И мы не будем знать, что там лежит. А если там ноутбук, подожди. Ну, как повезет, ребята. Вот реально, не будем мы даже открывать его, честное слово. Это мы посмотрели, а вот завтра не будем открывать. Ну все, друзья, первый день ВК-феста подошел к концу. Мы с вашим подарком идем домой. Участвуйте в конкурсе. Завтра будет второй выпуск, будем его снимать. Все, лайки ставьте, пишите комментарии обязательно. И до встречи во втором выпуске с ВК-феста. Пока-пока. Пока.